Добрый день, дорогие мои подписчики, гости моего канала. На канале Томаты, больше чем любого Светлана Чернова. Живу я в Чувашии, на Средней Волге. Сегодня я хочу показать раннюю капусту и сравнить гибрид и сорт. Как любая культура гибрида, они, можно сказать, более устойчивы, можно сказать, к растрескиванию, к другим, может быть, и заболеваниям, это северная сторона, с южной стороны мы уже давно едим, наверное, там уже половину мы съели, салаты делаем, все. Капуста же, она много где нужна, как говорится, только не ленись. Вот здесь у меня остатки парилов, 8 штук, по-моему, было. Вот они какие, тугие уже, вот такие уже, я не знаю, поскольку они, о, какие уже тугие качанчики, есть и поменьше. Ну, а вся остальная масса на той стороне. Вот они, 6, 7, 8, 9, вот они, вот какие качанчики. Вот тут одна маленькая. И вот дальше у меня идет июньская капуста, сорт. По-моему, вот это тоже парил. И что? Она созрела? Очень она хорошая, нежная капуста. Ну и пошло все, уже трещит. Как говорится, она созревает и начинает уже сразу, сразу. Вот она, ее капуста. Она красивая, конечно, но отличается цветом немного. Она вот какая хорошая, добротно выросла, капуста. Ну, тут есть и маленькая. А вот это поздняя капуста. Там то ли пропала капусту, поздненьку садили. Вот очень хорошая. А сама я, конечно, люблю по вкусу июньскую капусту. Она намного нежнее. Но вот то, что она сразу начинает вот трескаться, тем более были дожди постоянные. Влаги много и они выросли хорошо, конечно. Но и вот то, что уже начинает сразу. Вот сегодня не уберешь его, на завтра уже будет он все. Вот это его надо убрать и уже сварить щи. А когда я гибриды показывала, что вот уберу, дальше он будет раз... Нет, у гибрида такого нет. Оставила я, значит, кочерушку, ну, ножку. Жду пока листочки для моих курочек дать. Нет, не дают гибрид. Нет, говорит, я все. А вот июньскую уберешь, а на конце сезона еще море кочанчиков образует. Ведь для того, что вот в хозяйстве, это для курочек, очень хорошая еда, добавка к питанию. Значит, срежешь, все листья уберешь, кочерушка остается, подрыхлешь. И уже через неделю уже розеточки начинают. Я говорю, а с гибридов не получилось. Пришлось все убрать. Вот сейчас думаем, что туда посадить. В общем, капуста нужна всякая. И гибриды, и сорта. Не надо на одном только зацикливаться, надо пробовать. В этом году я вот пробовала Парел на будущий год. Вот мне советовали записать, забыла в комментариях. Кто вспомнил это, напишите, пожалуйста, еще раз. Я уже блокнотик завела, записываю все советы. Какие вот хорошие, где, как хорошо получается. Мегатон, вот я посадила позднее спелую капусту. Пробую в этом году первый раз. То есть надо пробовать на вкус, на цвет, на рост, на вес. Пока-пока.